Приветствую вас, анонимы. Давайте разберем ваш вопрос. Начнем с того, что нас безусловно травмировало расставание с мужчиной. И безусловно на вас это достаточно сильно повлияло. Первое противоречие конфликта, на который я хотел обратить ваше внимание, это то, что вы расстались. Пока непонятно из-за чего, это очень важно, из-за чего вы расстались. Вы расстались со скандалом, пока непонятно из-за чего был скандал, но очевидно, что по той или иной причине кто-то из вас или вы оба сдерживали до определенного момента свои чувства, пытались как-то их зажать, пытались как-то их, может быть, перенаправить на что-то другое, но этого не вышло. И в итоге все это вылилось в скандал, да, то есть сдерживали, сдерживали, сдерживали все свои, и вот в итоге вылилось в этот скандал. И тем не менее вы не можете его забыть и тем не менее вы сравниваете других мужчин с ним. Вот как это возможно, да, с одной стороны вы расстаетесь со скандалом, с другой стороны, да, не общаетесь, а с другой стороны вы не можете его забыть. Дальше. А что именно аноним вы не можете забыть? Как сказал мой коллега Кудрячев Игорь Леонидович, забыть невозможно, это правда. Нужно понять, что именно вы не можете забыть, нужно понять, что именно тянет вас к этому человеку, как именно вы чувствовали себя с ним, что именно вы получали от него, как чувствуете вы себя сейчас и что именно вы потеряли. Следующий важный момент, для чего вы знакомитесь с мужчинами, для чего вы общаетесь с ними, как вообще вы выстраиваете отношения с мужчинами и подходит ли ваша стратегия выстраивания отношений с мужчинами под ваши ценности, которые есть у вас. Потому что человек наиболее естественным образом ведет себя в отношениях с людьми и партнерам, только тогда, когда его поведение максимально соответствует его ценностям, не наоборот. Это очень важно. Вот, в принципе, то, что я могу вам сказать. Дальше. Вы пишите, что сравниваете мужчин, с которыми вы знакомитесь, с тем мужчинами, с которыми вы расстались. Хотелось бы послушать, как вы приходите к тому, что мужчин и людей можно сравнивать друг с другом. Людей, и в частности мужчин, сравнивают тогда, когда пытаются от них что-то получить. Вы пытаетесь что-то от них получить. И не имея возможности это получить, вы не чувствуете себя цельным и оттого ощущаете себя разбитым. Я, правда, пока не понимаю, что именно вы хотите получить, что именно вам нужно, в чем именно вы нуждаетесь. И как отсутствие этого делает вас такой несчастный. Это, на мой взгляд, принципиальный момент. Ну, и последнее. Если вы забудете, вы будете наносить себе существенный вред с нарастающей диссоциацией внутренней. То, что вы не можете забыть, напоминает вам о том, что внутри вас есть что-то непроработанное, что-то болезненное, проблемное. И на него нужно обратить внимание, условно говоря, занявшись психотерапией. То, что вы перечислили, это немножко не то. Вот. Такой ответ я могу вам дать. То есть, условно говоря, на вопрос, подскажите, как быть, я могу сказать, обратить внимание на то, что я указал ранее. И после того, как сами проведете минимальную работу, выбираете специалиста и на консультацию начинаете работать с этими моментами. Потому что совершенно очевидно, что отношение с мужчиной, точнее разрыв отношений с мужчиной не позволяет вам двигаться вперед. И в какой-то степени провоцирует вас на, так сказать, обесценивание себя и, соответственно, потенциальных партнеров тоже. На этом все. Я надеюсь, что мой ответ был вам полезен. Я желаю вам всего самого доброго и удачи!